Всем доброго утра! Думаю, что будет интересно пообщаться с певицей, которую зовут Ильяна. Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ильяна, вот скажите, да, ну с чего началось увлечение музыкой? Пением обычно вот все мечтают, наверное, не знаю, мальчики, девочки, в какой-то момент парень, у которого в руках гитара, там, становится заводилой класса, там, центром притяжения девушек. А вот девушки каким образом приходят тоже к тому, чтобы начинать петь? Ну, мне кажется, это с детства начинается дома, наверное, у зеркала. Но в моем случае это был... Я вот, например, брал щетку, изображал, что это микрофонная стойка. А вы? И лак для волос. Это был лак для волос, это было все, что угодно, что похоже на микрофон. Это была расческа, такая, которая вот такая вот пушистая, какая-нибудь большая, которая начес делать, знаете, такую расческу забрала. Не очень знаем, но... Еще я лосины наглого одевала, да, был так же делом. А лосины зачем? Ну, я образ... Ну, нет, ну, такие, знаете, были раньше, когда я была маленькая, были такие цветные, такие, знаете, они кислотные таких цветов были, фиолетовые. Да, мы все жили в 90-е. Ну, в общем, вот такие, да. Так зачем наглого-то? Ну, образ, ну, волосы длинные мне хотелось. У меня не было длинных волос, я хотела длинные волосы, вот я... Ну, мечты сбывают, да. Ну, да, все, чтобы я была под рукой, я все это брала и использовала, все ушло в ход. Наверняка ведь были какие-то ансамбли в детстве, в которых принимали участие, вокальные какие-то в школе или, может быть... Да, был детский ансамбль, такой поп у нас, группа такая была, Димон-Тенни называлась. И вот там как раз-таки был поставлен голос уже, то есть там были выступления. Там были педагоги, были по вокалу. Да-да-да, там были педагоги, которые с нами занимались. Вот такой детский ансамбль в моей жизни был, да. А какой репертуар? Там были какие-то народные песни или... Ну, нет, это было чисто поп, поп-эстрада такая вот, ну, детская, конечно, в пределах, да. Но мы пели... Ну, на самом деле мы... Все это зависело от мероприятий, на которых мы участвовали, да. То есть каждое мероприятие требует определенный какой-то жанр там выступлений. По подробностям хочется узнать, да, как вы интригуете. То есть было много различных мероприятий, опять же, различные тематики направлены. Культуры, да, то есть был какой-то праздник города, да, с какой-то, например, городской там тематикой, ну, не знаю, какой-нибудь праздник связан, который вот, ну, я не помню, там, 14 февраля, например. Ну, то есть тематические какие-то вещи, да, то есть к ним относились какие-то тематические песни, ну, в пределах разумного для детей, да, то есть для детского возраста. Это там латышский репертуар, что-то мы пели на английском, потому что мы выступали на, еще на, я не знаю, как это называется по-русски, правильно, честно. Были раньше такие скаттось, да, это когда... Смотр, осмотр, конкурс, смотр. Это странно как-то так называется, но это больше для хоров, но еще было деление такое ансамбли, да, то есть вот в них мы тоже участвовали, то есть вот такой вот опыт набирался. Это применимо к хорам, это олимпиады даже называются? Ну, не так высоко мы участвовали, мы просто вот наращивали себе такую вот кожу. А что было дальше? Вот я понимаю, что рано или поздно эти, ну, дети растут, ансамбли эти детские вокальные распадаются. Он так и распался, в принципе, он распался, и случилось так, что в никуда, в принципе, он распался, и я такой ребенок 13-летний, как бы подросток. Хочется. Нигде. Давайте, давайте, давайте добавим звездности. С вашим уходом распался тот коллектив. Да, я ушла и распался коллектив, так случилось. Вот, ну, сольно, как-то мы не договорились с педагогом, она не захотела заниматься сольно, поэтому я как-то вот сама по себе случилось, вот поплыла, занималась, сама искала что-то, в общем, думала, что мне делать, чуть-чуть застряла на какое-то время. Поплыла-поплыла и прибилась. И прибилась, в общем, я прибилась, к нам в школу пришел, пришли организаторы конкурса городского, юрмальского конкурса караоке, тогда это только-только было модно-модно начиналось, и вот я его выиграла. Звезда караоке. Я готовилась, я готовилась, в общем, я его выиграла. А что нужно было исполнять, какие песни? Какой репертуар там был? Уже, наверное, повзрослее. Мне нужно было выучить песню на английском языке, я думала, я сойду с ума. Это было очень сложно, потому что... Я сойду с ума, я сойду с ума. Нужен мне язык, нужен мне язык, нужен мне язык. Да, примерно так. Но мне нужно было исполнять Бритни Спирс, Overprotected, и, в общем, там очень быстрая лексика, очень быстро-быстро все происходит. Ну, хорошо, не именно Эмма? С его-то читкой, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. С его-то рэпом, да. Нет, ну, слава богу, как бы, меня все это дело обошло по поводу Минема. Я его только слушала, вот, вряд ли у меня получится его повторить, конечно. Елена, но вот обычно ведь у каждого исполнителя есть какие-то свои песни. То есть вот можно жить, ну, выступать, петь, исполнять чужие произведения, но, как правило, вот у каждого все-таки появляются какие-то или свои попытки, желание самому написать, или для него что-то создает и пишет. Вот на каком этапе вот это пришло, как какие-то вот вообще... Моя песня, вот условно говоря. Не Бритни Спирс перепеть, а... Ну, в общем, началось все пораньше, чем сейчас. Сейчас я... Мы до этого дойдем, я расскажу, что сейчас происходит. До этого какие-то случайности судьбоносные происходили, какие-то встречи. Я познакомилась с композитором, он написал песню, я ее исполнила. Вот так как-то это начиналось, но это еще не совсем, наверное, это как бы не моя песня была. Но я уже выступила исполнителем авторской песни, да, то есть... И вот это вот как-то вот так потихонечку происходило. Да, то есть это вот... Кулигин. Оно само вот так вот росло, да, то есть и выросло, в общем. Хочу обратить внимание, что в вопросе Олега было заключено просто жизненное кредо исполнителя. Вот это вот жить, петь, выступать. А, ну это само собой, конечно. Олега обратила внимание, тут готовый слоган. В чем смысл вашей жизни? Смысл моей жизни – жить, петь, выступать. Ешь, молись, люби, ей-богу. Ну а с другой стороны, можно ли прожить вот на... Ешь, молись, люби, жить, петь, выступать. Петь, выступать, жить на это можно? В смысле так формулируется вопрос? Ну сейчас в данной ситуации, наверное, нет, конечно. То есть в ситуации, когда практически нету концертных выступлений, когда пластинки не продаются, вот на что живут музыканты? Каким образом? Они занимаются творчеством, в общем. Появилось очень много времени конкретно углубиться в творчество. Потому что до этого ты бежишь, ты пытаешься работать очень много, и ты все равно тратишь энергию, тратишь силы, и как будто не туда. Вроде как бы делаешь то же самое дело, ты вроде тоже поешь, ты выступаешь и все, но ты очень много отдаешь. И как раз-таки, когда вот надо что-то собраться и сделать, и какое-то творчество выдать, ты такой сидишь и думаешь, я же все отдал, как мне написать, как мне что-то сделать? А сейчас, на самом деле, очень много времени я потратила и пересмотрела, и опять же научилась этот баланс находить, да, то есть и отдавать, и не растерять, и в творчество принести. Так что я вынесла плюсы из этого времени, на самом деле. Ну вот мы сейчас и подходим как раз-таки к тому, когда появились вот уже свои песни, именно свои я имею в виду, и написаны конкретно для вас. Сейчас я являюсь артистом лейбла «Латыши». Такой лейбл, так называется? Да, это вот такой наш местный лейбл. Основатели Сергей Соболев и саунд-продюсер Илья Шачин. И вот мы с ними так сошлись, мы с ними в крепкой связке, мы с ними подружились. И я участвую как Ильяна, как отдельный проект под ними, да, то есть под лейблом. И также я в их проектах тоже участвую, дуэты для них записываю, еще есть там отдельные проекты. И мы с ними написали уже две сольные проекты для Ильяны, и сейчас готовится новая песня. Мы уже написали демо, так что скоро она появится. Я думаю, что в течение, ну, месяца, наверное, нам нужно, да, чтобы все подготовить, чтобы записать чистовик и выпустить ее в свет. Обычно для песен снимаются клипы, вот будет ли клип на эту песню? Я надеюсь, что на эту песню, да, будет клип. У меня на одну песню уже есть видео, но оно больше муд-видео такое, чем, ну, прям клип, да. Слушайте, пользуясь случаем, давно хотела спросить, чем отличается муд-видео от видеоклипа? Мне кажется, замороченностью. Мне он тоже. Ну, вот если, вы понимаете, вот, ну, как бы, ну, как вот, вложениями ценой и, как бы, вот. То есть, если на коленке с друзьями, то это муд? Да. Это от души? Да, да. Наверное, так будет проще объяснить это. Это, мне кажется, самое... Ты стараешься называть бюджетно, сейчас называется настроенческо. Когда с Николасом Кейджем, там, с какими-то видами из Австралии, снятыми специально для... Это уже клип. Это уже клип. Ну, хорошо. Мы желаем вам настоящих клипов тоже, не только вот этих мудов. Я думаю, что на следующую песню, на новую, будет настоящий клип. Приходите к нам с ее презентацией. У нас целый новостной портал Микс Ньюс. Мы же разместим там ваш клип, и он завирусится сразу. Это очень популярный портал. Спасибо большое. Я обязательно... Ну, а может быть, несколько тогда слов про песню, которую мы будем слушать, она называется «Порезы». Вот как она появилась? Это была первая песня, которую мы написали. Писали мы ее втроем. Ну, вот так получилось. Мы собрались, и по строчке, как-то по звуку, мелодия, вот она так вот родилась. На самом деле, песня про личную историю, да, то есть, и про то, что сейчас очень массово обсуждается, и вдруг вышла в свет, раньше это так сильно не обсуждалось, это абьюзивные отношения, да, то есть, из которых люди не могут выйти. Ну, это тяжело, кому-то дается. Вот это, в принципе, про эту. Вот эта история, которая в большинстве случаев была со всеми, происходила со всеми. А может быть, с кем-то вообще сейчас происходит. Так? Личный опыт необходим для того, чтобы, ну, не знаю, пропустить через себя эту песню, или там можно просто, ну, придумать, подсмотреть? Ну, мне кажется, должна быть какая-то своя история все равно. Ну, у всех же есть, ну как, не будет же так, что ты просто... Мы же не планктоны, мы люди. Мне кажется, у всех есть истории. И грустные, и веселые, и всякие разные. Поэтому можно собирательный образ собрать, это уже другое. Но все равно ты из своего опыта это достаешь. Надо откуда-то это черпать. То есть вот эти, я понимаю, какие-то переживания, их можно, условно говоря, монетизировать в какую-то уже песню. Да, можно. Что с этой песней, может быть, какая-то, не знаю, история, исполнение, там, какие-то были отклики, отзывы слушателей? Ну, эта песня, она хоть и минорная, грустная, да, то есть и про грустную историю, она танцевальная. То есть она очень, ну, она динамичная, она ритмичная. Вот. Поэтому она людям очень понравилась. То есть они как-то... То есть с одной стороны грустно, а с другой стороны можно потанцевать. С другой стороны можно потанцевать, да. Так грустно, так грустно, что хочется танцевать. Индийский фильм. Ну, наверное. Ну, прям, да я не знаю, может быть. Может, индийские фильмы. Вполне, может быть, и индийские фильмы. — Есть ли какие-то, условно говоря, кумиры, на которых хочется равняться в музыке, то есть те исполнители, которые, наоборот, очень близки? — Да, больше, наверное, те исполнители, которые близки, потому что, когда ты уже вырастаешь в плане артиста, то есть в плане себя как личности, то хочется сформироваться самому, чтобы быть собой, а не копировать кого-то и так далее. — Потому что это очень сложно. Скопировать — это просто, а вот стать эксклюзивом, стать самим собой, то есть это сложно. И искать себя — это сложно, это процесс долгий, да, и всё. — А в чём это выражается? Это во внешнем облике, в исполнении, в чём? — Это всё вкупе вообще, это всё вместе. Отдельно эти вещи не существуют. Они должны как-то гармонировать между собой и как-то складываться. — Интересная фраза, искать себя. А в какой момент, интересно, понимаешь, что «всё, нашёл, вот это я». — Я вот не знаю, мне кажется, такого вообще как-то, не знаю, может, нет такого. — Ну, из всей жизни. — Может, нет такого вообще. — Недостижимый какой-то идеал. — Да, да. Ну, это, наверное, так, абстрактно. Это как... — Хорошо. — Ну, так и не прозвучало имён, кстати, вот на кого хочется. — Ну, у меня просто очень много, на самом деле, таких артистов. — Я тоже обратил внимание, но решил не пытать. — Я не ломан, я люблю музыку, я очень много что слушаю. Я могу и рэп послушать, и классическую музыку, и лирическую, и поп-эстраду. У меня настроение, это зависит от настроения, на самом деле. Ну, я очень люблю, я люблю российскую эстраду, мне нравится российская эстрада, но и зарубежную я тоже очень люблю. — Сразу у меня вопрос. Вот исполнители, которые работают в Латвии, они, как правило, всегда поставлены перед выбором. Во-первых, ну, язык самоисполнения, он сразу очерчивает аудиторию. Это латышская аудитория на латышском, русская. Тогда есть возможность также работать на рынок, там, Украины, России. Или англоязычная, чтобы угодить всем, ну, с какой-то, может быть, тоже перспективой где-то вот попасть, не знаю, там, польские, там, может быть, чарты или какие-то страны есть. Вот сам выбор языка стоял, вот этот вопрос? — Нет, это само автоматически случилось, потому что... — Ну, потому что есть, например, группы, как, например, про Атаветтера, которые абсолютно во всех трёх постсах работают. — Ну да, про Информ, да. — Да, то есть они работают в России на русском, у них есть обязательно англоязычные версии, и в Латвии они поют версии на латышском. То есть это, в принципе, ну, может быть, скажем... — Универсально, но это очень сложно, согласитесь, это сложно. Если что-то очень сложно, лучше это не выбирать, потому что замудрённость никто не любит, когда очень замудрено. Я не могу сказать, что мне прям проще, но просто у меня душа лежит к русскому языку. Ну, это мой родной язык, поэтому так получилось. — Я использую латышский язык, я свободно знаю латышский язык, поэтому... Наверное, я, если честно, наверное, я не напишу на латышском просто песню. Я думаю, что это так, да. Потому что, ну, всё-таки... Я даже, вы знаете, я иногда себе ловлю на мысли, я даже не знаю, на каком языке я думаю. Я теперь уже не знаю, правда. Мне кажется, билингвалы и люди, которые знают много языков, мне кажется, у них такая каша в голове. Я иногда такие предложения выдаю, половину на русском, на латышском, на английском. Что-то там вообще... Какой-то рыба-ёж получается. — А участие в конкурсах, вот для, например, в российских, или, может быть, в зарубежных, латвийских, как оно сейчас происходит? — Сейчас никак, наверное, оно не происходит пока что. Но я успела запрыгнуть, как говорится, в этот вагон. Наверное, сколько лет назад? Наверное, лет 4. 4 года где-то назад я познакомилась с Ниолей Березиной. Это стал мой наставник. Она стала моим педагогом. И вот как раз-таки она подготовила меня ко всем конкурсам и прокатила по международным конкурсам. И я лауреат международных конкурсов в Германии, Украине, Литвы, в Латвии. У неё есть замечательный конкурс «Апрель и Пилыены», в котором принимают участие обязательно тоже все её ученики. И в нём мне тоже удалось занять первое место. Вот так. Что даёт это участие в конкурсах? Кроме, ну, чувства, что вот я в медил. Это и твоё CV, скажем так, да? Нет, ну это раньше на концерте выходило такой. А сейчас выступает лауреат международных конкурсов. И там дальше шло какое-то перечисление. Ну, я так понимаю, сейчас то же самое. Или сейчас так же объявляю? Мне кажется, ничего не изменилось. Буквально время уже подводится к тому, чтобы сказать в эфире радиоболтком лауреат международных и местных конкурсов. Ну, хорошо же звучит. Ой, приятно, правда? Ой, мне как приятно. Ивица Ильяна с композицией «Порезы». Ну, и что, давайте послушаем. Давайте, да, послушаем. Спасибо большое, Ильяна, что были с нами. Успехов, 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 успехов. Спасибо большое. Радиоболтком Новости Эхо Новости Эйхо